Винная долина Робертсон Сменить жизнь в городе вот на это Это очень мудро Я мог бы здесь жить Меня зовут Джастин Банелло Последние несколько лет я готовил и путешествовал Мы посетили самые удаленные прекрасные уголки Африки Пришла пора поднять свой уровень Заменить кастрюлю пойки пароваркой А костер духовкой Как? В ближайшие три месяца, несколько дней в неделю Я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской республики Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром Приготовлено в Африке Я всегда шутил, если у меня появится свой ресторан, то это будет кухня в сельской местности Чтобы неподалеку был мой огород, мои земли, мои свиньи и прочий скот Целая ферма Я бы откармливал и закалывал животных Выращивал свои овощи Я бы работал два дня в неделю и угощал гостей свежей продукцией со своей фермы Когда приезжаешь в такое место, как Фра Эйзихт, кажется, что этим стоит заняться В таком месте это будет приятно Здесь живет Сандра, которая колдует на кухне Сандра Папеш И Карл, он делает вино Такое сочетание уникально Карл Папеш Много ли вы знаете ресторанов, где фасад и сердце дома объединены для производства прекрасной еды и вина? Самое приятное то, что это ферма Вся продукция поступает из своего хозяйства Сандра идет в сад, собирает цветы Рвет розмарин и прочее День первый, Фра Эйзихт, 1798 Вся свежая продукция фермы оказывается на тарелке, это прекрасно Розмарины, манго, вы выращиваете собственные манго, это необычно? К сожалению, да, у нас остались лишь эти два Все вокруг склевали птицы, в том числе инжиры Птицы всегда быстрее нас Чеснок, шнит, лук, розмарин, лаванда Да Многолетний базилик Да Артишоки А вот это хрен А тут шалфей, изящный Шалфей изящный, растет вон там Как красиво, а еще на Сурции у нее можно есть и цветы, и листья Нам понадобятся Нужны цветы или листья? Только цветы Только цветы? Потому что, нет, только цветы Я все сделал правильно? Все правильно, ты все сделал так Я завидую Да, а на этом участке? Твой огород больше, чем весь мой дом Да ладно, я не верю Это так А еще надо сорвать розмарин, он только для красоты Терапевтический эффект Да Ты разговариваешь с растениями? Конечно, да, только никому не говори Я думал, у меня будет время устроиться Но меня провели прямо на огород, а оттуда на кухню Сандры Мэм, чем я могу помочь? Не могу сидеть без дела Надень что-то оранжевое Оранжевое? Оранжевое, надеюсь, тебе понравится Вот это да Карл, как ты можешь смеяться? Большое спасибо Только учусь Да, спасибо Спасибо Так, один амисбуш, первый заказ Что ты готовишь? Хрустящий ваннтон из говядины Небольшой амисбуш Амисбуш? Это надо нарезать, только не мелко Должно быть видно нити Нити вермишели? Да Сразу видно, что все здесь так, как надо Сандре У нее своя система Она знает, какой должна быть кухня И делает ее такой Это прекрасно Это домашняя кухня Можешь положить сюда Кинза, морковь, сельдерей А теперь нарежь немного Соевый соус, устричный соус и соус чили Можно положить все сюда и смешать, как салат Так, что делаем дальше? Возьмем обертку для ваннтонов и положим Во фритюр Похоже на пикантное мороженое? Да Мне на свой даже смотреть стыдно Понимаешь, он совсем не похож на твоей Ничего А после этого, когда обсохнет масло, мы положим внутрь начинку Да Я хочу прибраться Можешь взять? Твой пинцет? Да, доктор Доктор Джастин Уносите Что вы сервируете? Ну, это... Тайский салат из лапши с говядиной и свежей кинзой Тайский салат с мясом Ладно, попробуем Там рисовая лапша Спасибо Стейк тартар сандры Пойдешь со мной? Да Нам нужен зеленый лук и томаты Я разрешаю девочкам делать почти все, что угодно Кинзу сорвем с грядки А потом ты еще раз ходишь на огород, чтобы нарвать базилика На какой кухне, где я был, есть такой закат? Что делать дальше? Зеленый лук Промыть Нарежь его колечками Ничего, если я отправлю тебя к мойке? Да Хорошо Сегодня ты мой помощник Да, только учусь Так, я займусь маринадом На профессиональной кухне я очень быстро поняла одну вещь Невозможно точно следовать рецепту из кулинарной книги Соевый соус Всегда беру менее соленый Я смотрю Кленовый сироп Кленовый сироп Немного цедры Тебе уже приходилось срезать мякоть? Нужно два Второй твой Вырезаем мякоть Это просто обжаренный кориандр? Именно Он просто обжарен Это даст отличный эффект Не надо молоть в муку Пусть останутся частички Осталось нарезать мясо Для этого блюда я всегда беру хороший филей Низ поджаривается, верх остается сырым Итак, надрезаем сверху Как видишь, мясо очень нежное Обвяжем, чтобы кусок сохранил форму Я бы до этого не додумался Могу представить, что будет происходить с этого момента Снизу соль и перец Теперь нам надо сделать гарнир Две столовых ложки томатов Затем зеленый лук, одну ложку Добавим свежий базилик Я режу его практически перед подачей Иначе листья потемнеют Точно Немного обжаренного кориандра Это у меня есть всегда Кедровые орешки? Да, жареные А сейчас ты наливаешь маринад Теперь кладем сюда мясо Масло для жарки Если у вас есть новая сковорода, мясо на ней всегда пригорает Я знаю один секрет Кладем кусок и опять поднимаем После этого он не пригорит Образуется красивое маслянистое Скоро будет готово? А теперь раскрываем, чтобы маринад проник внутрь Выкладываем на мясо Я принесу нож для стейка и вилку Спасибо Пожалуйста Я могу есть стейк тартар постоянно Это можно готовить на барбекю Почему ты улыбаешься? Карл, должно быть, ты это уже ел Любимое блюдо Нечестно Это твой кусок? Тебе Карл, можно взять это в погреб? Несомненно Я за тобой Повар-помощник винодела Иди сюда Просто налей Налей немного Лей Карл, ты приготовишь пунш? Нет, не сейчас Делаем это вечером Только вечером? Ладно Покажи как Я хочу попробовать в другой Да, там труднее Тяжелее, я вижу Это приходится продавливать Карл, главное не упасть Я чувствую плотный слой, о котором ты говорил Дымой хватит Ладно, прекрасно Карл, твоя жизнь в Южной Африке должна быть великолепна Да, только помощника не хватает Большое спасибо Пожалуйста Спасибо И вновь на кухню Теперь можно сесть и поужинать Ладно Но потом, то есть завтра я проведу с вами на кухне весь день Вы намного и открыли мне глаза Кажется, я отчасти занял ваше место Но было здорово Мне интересно, что будет завтра Ладно Я не ожидал, что окажусь на кухне, где в первый же день получу представление о том, что происходит И не только это Я сидел в ресторане и ел блюдо Это первое На этой кухне есть синергия Это все равно, что... Не знаю Все равно, что оказаться на кухне с детьми цветов Понимаете? Обычно я стою в холодильной камере с жаркой кухней и суммирую первые впечатления от ресторана Но сегодня я стою в саду Фра Эйзифт Я счастлив Могу сказать только то, что все люди за столом улыбались, общались, смаковали вино Это признак хорошей трапезы В ближайшие два дня я буду здесь Буду с Сандрой на кухне и на лоне природы Буду готовить прекрасную еду Кажется, мне повезло Приготовлено в Африке День второй Это второй день в поместье Фра Эйзифт И я просто вернулся к жизни Есть что-то особое в прогулках по сельской местности Я слышу щебет птиц Квухтанье кур, мычание коровы Это классно Вот наш план действий на сегодня Сандра приготовит некоторые фирменные блюда Мы подготовимся к ланчу и обеду А в свободное время поэкспериментируем Мы нашли старинный рецепт Масбалетки Масбалетки То есть, хорошо, что мы находимся в винодельной Нам понадобится виноград Мы возвращаемся на 200 лет назад Я выпеку хлеб, который делали в западной капской провинции Во время сбора урожая Все верно Это эксперимент Мы не знаем, что выйдет Нет Результат узнаем завтра Это длительный процесс Всего 2,5 килограмма муки 500 граммов сахара Симе аниса Анис? Немного соли Пойду найду твоего мужа и... Себе нужно сусло Я все это смешаю Ты смешай сухие ингредиенты Ладно Мне нравится Карл Соль Мне нужен литр с четвертью сусла Сусло? Да Оттуда? Да, оттуда Прекрасно, пойдем туда Чтобы достать сусло, придется глубоко копать Да, пальцы сверху Пальцы сверху Ты берешь только сок Глубже, глубже Неудивительно, что ты поручил это мне Я набрал половину Надеюсь, мои руки отмоются Единственное, что на время сохранит такой цвет, это ногти Розовые ногти? Ну, ты можешь сказать, что делал вино Это все? Все здесь? Сахар тут, мука тут, семя аниса Видишь, тут совсем немного семян Немного Чуть мускатного ореха и соли Нужно только 125 Литр с четвертью Вы только полюбуйтесь Это сливочное масло Оно нам нужно Нальем его первым Ты предпочитаешь работать руками или... Ах, да, конечно Мы взяли рецепт, которому 150-200 лет Видишь? Тогда были большие семьи Всех надо было кормить Это наш научный эксперимент Используем сусло Да Ты боксируешь? Тяжкий труд Там сказано, сколько надо вымешивать Ничего Получилось отличное тесто Однородное, клейкое, но не слишком Я заинтригован Мне интересно узнать, что получится Посмотрим, что мы сделали Накрываем влажным полотенцем И оставляем в тепле на ночь Почему я всегда вымешиваю тесто? Надеюсь, когда через пару часов мы откроем тесто Оно в два раза увеличится в объеме Или хотя бы поднимется Пусть полежит Что теперь будем делать? Это большой вопрос Да, точно Позднее мы приготовим креветки с ванилью и пасту Так что почистим креветки На этой кухне спокойная атмосфера Я не чувствую напряжения Да, не следует забывать Мы здесь, чтобы радоваться жизни Я не хочу, чтобы у меня на кухне всегда чувствовалось Спешка, спешка и спешка, да? Спешка, спешка Потому что всегда это перестает меня радовать Но мы берем максимальное количество столов И максимальное количество гостей И обязательно уделяем время каждому гостю Мы хотим создать особую атмосферу Так что... Следующий шаг Следующий этап Приготовим соус для креветок и пасты Итак, готовим все в большом количестве Это сливки Мы добавим их в самом конце Прямо перед подачей Точно С целого лимона? Да Часть ты положила в масло для сервировки А часть в сливки, которые добавишь Прямо в пасту Теперь ваниль Так, кладем сюда карри Карри, корицу Корица Ставим масло на очень слабый огонь Оно должно просто разойтись Знаете, чем мне нравится эта кухня? Она напоминает старинный постоялый двор Трактирщик и его жена работали в согласии Он отвечал за алкоголь, как отвечает Карл Карл изготавливает вино Он следит за мелкими деталями, которые радуют клиентов А Сандра готовит еду У нее нет диплома повара или шеф-повара Она сама ищет то, что ей подходит Это классно Здесь чувствуешь себя как дома Следующий этап Подсушим в духовке томаты Открою секрет Чтобы снять с томатов кожицу Положите их в горячую воду Пусть полежат там пару минут А затем в холодную воду Это их освежит А кожица снимется без труда После этого вырежем сердцевину Посыплем этим томаты Соли, перец Немного сахарной пудры Припороши И чуть-чуть чеснока Оливковое масло Да, немного И в духовку В духовку на 4 часа при 80 градусах Я весь день ушел на приготовление А теперь Панакотта Панакотта с пассифлорой Сейчас я срежу вниз и выдавлю сок Сандра Да Расскажи, как сделать желе из пассифлоры Это совсем не сложно Измельчаем блендером Пару секунд, недолго Не надо измельчать косточки Получается что-то вроде пюре Его нужно процедить Вот основной рецепт панакоты Обычно я беру пол-литра сливок И два листка желатина Два листка желатина? И все Я не хочу, чтобы получилось плотное желе Оно должно просто таять во рту 50 граммов сахара Ставим на медленный огонь И затем Это? Да Надо перемешать Желатин разводят в холодной воде Две минуты? Максимум пять Максимум пять Достаем желатин и кладем сюда Кидай его Все быстро Он быстро растворяется А затем по три в каждую В каждую? Это порция Закроем крышечками? Да, закроем крышечками У тебя на кухне и везде Даже в холодильной камере У каждой вещи есть свое место Я немка, прости Фирменный шоколадный пудинг Африканская мечта Где твой шоколад? Вы мне поможете, детки? Конечно Баба-вахла-зо-баба Аппетитно пахнет, да? Мука для сдобы Она прекрасно готовится Да, но это смесь для сдобы Баба-вахла, что делаем дальше? Заканчиваем? Да Теперь это надо убрать А знаешь, ты дразнишь меня целый день Мне хочется посмотреть, что получится в результате Мы поставили опыт Когда смесь достаточно остынет, ставим в холодильник После выпекания мы получим наилучший результат Я еще вижу О, нет Можно я вытру? Отлично Далее все развивается медленно У тебя перерыв У меня перерыв Встретимся в семь Похоже, во время ужина у нас не будет страшной спешки Сервируем стол на восемь человек Я хочу, чтобы ты мне помог С удовольствием Ладно, увидимся Приготовлено в Африке Сегодня фирменное блюдо Говяжий филей под соусом из лайма и эспрессо Я уже упарила говяжий бульон А теперь возьмем эспрессо из нашей кофемашины Посмотрите Наливай сюда Немного сливок Поставим на медленный огонь А затем возьмем лайм и срежем кожуру А это кладем целиком Весь лайм? Весь лайм Оставим это вариться Кипеть и упариваться Немного упарим Вот и все Скоро начнется обслуживание Скоро начнется обслуживание Ты опять на станции с тартаром Ты вновь приготовишь стейк тартар Да, я не умею снимать филе Ладно, посмотрим Один раз посмотрю Знаю, ты только учишься Знаю Кажется, обслуживание началось На кухне любого другого ресторана К этому моменту уже началась бы паника Закуски Холодное мясо и фирменное блюдо из говядины Соус с эспрессо Среднепрожаренный филей Второе положительное качество этой кухни Здесь нет такого напряжения Еда подается по мере готовности Все блюда готовят с любовью Еще один столик на троих Им нужна порция супа Апельсиновый соус Он готов? Да, отнеси это, пожалуйста Мне нужно еще восемь штук Шесть Две уже есть Еще один кусок Хорошо Несите Одна порция пасты и креветок Нам есть чем заняться Я займусь пастой, а ты креветками Видишь, липкая Готова Так, паста готова Следующий столик, одиннадцатый Фирменное блюдо Леди Спейшл С лаймом и эспрессо Тот большой Да, этот Так, прямо на стейк А затем украшаем листьями лайма Хорошо Это первый стол Можно нести на стол одиннадцатый Несите Милая, что ты делаешь? Я будто вальсирую на кухне Сейчас двадцать минут одиннадцатого Сейчас мы поедим До завтра До завтра Увидимся Можно сказать, это был великий день Мое испытание Оно уже перестало быть испытанием Вы знаете, Сандра и Карл Уже пять лет живут в Южной Африке Они приехали прямо из Берлина И не пробовали пойки Завтра я приготовлю им пойки Я стану первым, кто приготовит для них это блюдо Это прекрасно Да, класс Приготовлено в Африке День третий Фра Эйзихт Сегодня Сандра готовит ланч Все столики заказаны А я должен приготовить ужин Ну надо же Вот это да Тесто прекрасно поднялось, да? Я сомневался, что получится Но теперь мы это выпечем В чем секрет приготовления пойки? Для этого блюда нужно жирное мясо Не берите дичь, если мясо недостаточно жирное В данном случае я взял шейку ягненка Видите эту мраморность? Это жир в мясе Для начала обваляем мясо в муке с приправами Затем мы его обжарим и снимем со сковороды Положим порей, репчатый лук и чеснок И потушим Положим мясо обратно Зальем прекрасным бульоном с красным вином И оставим вариться Пусть медленно кипит в течение нескольких часов В результате мясо станет совсем нежным В самом конце добавим овощи Кусочки должны остаться плотными Не будем переваривать Последний этап Выпекание хлеба на сусли Мы сделали тесто вчера Видите, как оно поднялось? Сделаем много шариков Обмажем растительным маслом И выложим по кругу в котел А затем Последняя частичка теста Смазываем маслом И кладем по центру Можете представить, что произойдет, когда тесто пропечется У нас получатся булочки в форме цветка Можно будет отламывать лепестки и есть В конце останется центральная булка Итак Вот наш хлеб Этот кадр всегда вырезают Оно тяжелое Приходится нести вот так Мне нужен перерыв Без шуток, он очень тяжелый Отличная мысль Вдвоем будет проще Вот и все Подошли к концу Замечательные дни в обществе Сандра и Карла Что я из этого вынес? Даже не знаю, с чего начать В первую очередь это доказывает Как здорово быть южноафриканцем Как здорово им стать Сандра и Карл приехали из Германии пять лет назад И остались тут жить Я приготовил ким Их первые пойки Это доказывает, как классно быть южноафриканцем Можете отправить меня в пятизвездочный ресторан В отель, куда угодно Но все же я буду счастлив именно здесь Здесь мое место Прямо здесь, на лоне природы Ведущий Джастин Банелла Продюсер Келвин Хейворд Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа Евгений 19, 2020 К DOM. Ведущий Джастин Банелла Ведущий Джастин Банелла